Брежно, начало. Сюда. Чтение. Окей. Так, и к тем, кто смотрит в записи, финал Дримхака, Хак против Муна, серия до трёх побед. Очень большой призовой фонд для европейского турнира и комментирует, соответственно, Помидоры и Майкер. Да, и очень интересные матчапы. Интересные игроки. Да, и сразу же спайк у меня. Клёвый. Так, я отключу везде интернет. На ноуте. Жень, сможешь выключить и нет свой? Прикольно, мне нравятся звукоизолирующие наушники от Sennheiser, на которые налеплены логотипы SteelSeries. Реально. Показали АПМ игроков. Мунфака там по 400. А сколько у тебя времени сейчас? У кого? У меня в игре? Да. Минута 50 вот сейчас. Ну ты впереди на 15 секунд. Ты смотришь 720? Да. Надо нам с тобой стоп и старт нажать, синхронизироваться и смотреть дальше. Давай, я нажал стоп, давай, раз, два. Так, сейчас посмотрим. Так, 2.15 у меня. 2.15, да, верно. Все нормально, значит. Так, и... У Хака какой-то там очень поздний гейт. 14, говорят, 14 что ли. Странно. Риспы противоположные, Металлополис. И... Зак начинает с пола. Как-то супернадежно, что ли, или... Сейчас поедет ставить, наверное, базу. Или нет? Что-то он заказал только что. Квину только. А, Квину и собак, да, точно. Что он еще и мужа нужно заказывать. У меня продолжаются спайки очень жесткие. Я чувствую, что сейчас не очень комфортно смотреть. Наверное, по... Переключил, если будет продолжаться дальше на более низкое качество. Еще немножко потерплю, и вы тоже, пожалуйста, потерпите, друзья. Ну, если он совсем плохо будет, то я включу тогда, может, следующий выру. У меня вроде пока все, что все окей. Так, и Сныкон рабочий, и у Хака, то есть он планирует что-то очень хитрое, типа... Типа чего, интересно. Пошел Сентрик. Пробка спокойно возвращается через Велт и на базу. Собаки заходить, соответственно, не могут. Делать сыграть на гитаре. Собаки, чтобы делать собаки, встанут на Зелнагина, на Ниле. Да-да-да. Не будет проверять периметр он. Так, и будет это 4 пуш. Почему? Может, с 3 на нычку выходить будет? Нет. 4 пуш? А, пилоны, да. Да, это Моно, Сныкон там рабочий. Да, 4 варки пуш. Гитар, аккурсивно начинает. Умуны, что же? Умуны, умуны, это ничего особого и нет. Сейчас еще будет один бус на Грейт Варгейт Оффе. Ну, вообще, странно, что Прота столько много бустох делает. Да, он сейчас будет на обманывать, ставить пилоны здесь. И смотрю, он там же еще пилон ближе делает. А Зерк-то строит рабочих 6. Конечно, конечно, он ожидает нычки. И это жестко, это жестко. Пошел Ра-отчатник. О, мой бог. Достроились уже все 4 гита. Да, и Зерк, ой-ой-ой, сейчас увидит Овер, что там пилон. Да, буквально несколько секунд осталось. И пора выходить. Да, варп уже пошел, варп. Пилон спалили. Да, но сейчас нужно делать санки. Ой-ой-ой, 4 сентри. Как он не боится, так их туда вести там. Хотя, все верно, Зерк не ожидал. И нужно сократить ему лимит, и это решит, это решит. Все, пошел дальше, все верно. Ой-ой-ой, квина, квина, квина умирает. Отлично, отличные филды. И рабочих, сколько зажал рабочих. Ой, как же они тупят между филдами. Да, ну не супер много, но это решит. И очень, очень сейчас опасно. То есть Зергу сейчас пойдут с Толкира, и поджим со стороны базы, незащищенной, вот с дальней. Нужно добить овера, да. Отличный лимит, а 44 из 28. И не достает, Санки, не достает. Черт, как же мне лагает-то, а? И, видимо, все-таки первую игру берет Хак. Собаками здесь уже ничего не сделать. Передвигается Санка, бегут сзади собаки, 10 в заказе, и... Да, умирает база, и все, и даже не нужно нападать на Санки. Можно отойти, поставить нычку, и убирает квину. Очень четко, очень четко. Великолепно. Один юнит на 27. Это просто уничтожение. Ничего себе. Одна узелка, действительно, или там Сентрия потерял. Да, и до сих пор один заметен. Вот сейчас старого Санка убило зелка. Оп, и здесь убийство происходит. Да, три зелка умерло. И Собак зажимает, смотри, на базе просто... Какое уничтожение. Ну, я подозревал, что так может быть. Да, джи-джи. Как-то слишком жестко, нет? 4 на 50 киллсов. Вообще жестко. Ну, это и приятно, что так. Ну, мне похренел, я не знаю. Так, сейчас я переключусь на 480, чтобы было меньше спайков в следующей игре. Терпимо было, но хотелось бы, конечно, поплавнее. Ты сможешь тоже на 480 переключиться, и тогда мы с тобой будем приблизительно в одно и то же время. Давай. Да, респауны... Ну, ладно, не будем от меня пробовать, да? Там долго нужно и канал менять, и зеркалары рестартовать. Поэтому я не хочу этим заниматься. Тем более, там было все в паре моментов, ключевые форсфилды мы увидели. Особенно вот это вот, как рабочие затупили, они же едут в эти форсфилды, застревают. Особенно через минералы получилось, так что... Они как бы все в одной точке оказались, там 4-5 рабов. И квина, и роучи... Ой, то есть и собаки там зажимались очень хорошо. Протасу, получается, пофиг, какие респы, противоположные, не противоположные. А хорошо исполненные 4 варпгейт пуш, он... По таймингу практически не страдает никак. Что ближние респауны, что дальние респауны. Не столь важно. Реклама идет клево вообще, без всяких спайков. Все четко. Всем еще раз добрый вечер. Мы посмотрели первую игру. Будет максимум 5 игр. То есть до 3 побед они играют. На кону большая сумма денег. Позади жесткие групповые стадии и Олимпика. И завершение марафона сегодня. Запись идет с трансляцией на самые разные сервера. Но главное, чтобы не спайкал Джастин. У меня все остальные компьютеры в сети в локальной домашней я выключил. Тем не менее, какие-то непонятные спайки присутствуют иногда. Если вдруг у вас что-нибудь лагает, то на странице трансляции вы найдете ретрансляцию на Овнит, на Джастин, по пиринговой сети, на мобильные устройства и на связках серверов Beeline. Выбирайте себе место, хорошее, удобное для просмотра. И чтобы было поменьше лагов. Вот. Какая хоть сумма, спрашивает товарищ на кону. Уже говорили, 16 тысяч за первое место. А за второе, кажется... Блин, то ли Х2. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Так. Далеко уже эта новость репортажа. Козырная, трехдневная. За второе восьмерка, да, Х2. Просто разница колоссальная на самом деле. Чаще всего между первым и вторым местом разница процентов 40. Ну и в 30 иногда. То есть схемы там 12, 9, 6 или там... Ну, по-разному бывает, но довольно редко, что Х2. Это... Очень дорого получается. За три-то возможные игры потерять 8 тысяч. Или приобрести 8 тысяч. Скоро начнется-то интересно. Они отыгрывают рекламу, тут Телия. Замечательный провайдер, который все, наверное, знают, кто играл в европейском сервере, потому что все Blizzard-овские игры базировались и первый StarCraft, и третий WarCraft. Именно европейские серверы на площадках Телия. Вот у них уже другие стандарты. Чувствуешь, в домашних сетях не 100 мегабит, а гигабит. Тысяча мегабит. У кого? У Телии вот они рекламируют. Нифига себе. Это в Москве у меня выделенка, у меня 100 мегабит, нормально. Шведы мочат. Ну да, у шведов давно еще это все жестко. Но, я думаю, у нас тоже это все. Ну, не думаю, а так и есть, догоняет. Не будет. Просит включить Джастин, я написал нашему. Нашему специалисту. Второй матч. Что за карта, интересно. И что будет делать Хак, потому что мы видели много его игры против Муна в групповом этапе, и с кем-то Муна еще играл. Вот, я уж не помню, с Джу Лаймон играл или нет. Нет, сейчас, сейчас, секунду, друзья. Нет, с Джу Лаймон не играл. Хак. А, нет, играл с Джу Лаймон в полуфинале, точно, я же помню же. Но не помню. У него много разных интересных заготовок, то есть 4 ВГП, это, наверное, самый такой банальный вариант, что называется. Чаще, он вообще первый раз 4 Warp Gate Push делает на этом турнире, если мне не изменяет память против Зерга. Здесь это было неожиданно и совсем не ожидал Муна, видимо, он посмотрел Дэнки, какие-то... Да, да, да. Что, типа, всегда выходит на нычку, и вот так вот его Хак подбрил. Шакурас потом. Ну, здесь Хак, так же, как и большинство протосов, старается играть через форжу. И... А дальше по-разному. Дальше сталкеры сумречные, колоусы были у него. Много вариантов. Хак. Очень... Ну, наверное, многие из вас его знают, он часто делает стримы своих игр, находясь в Корее, там, с корейского ладдера. Многие знают как раз по играм от первого лица. А вот что касается Муна, мало кто ожидал, учитывая то, что такие именитые есть игроки по заслугам именно внутри Кореи. Там и на GSL, и на других турнирах. А, Мун не выиграл экстрим... А, выиграл экстриммастерс в Ганновере? Или второе место он занял там? Мне кажется, второе место. Мун, Мун, в Ганновере, а экстриммастерс, который... А, слушай, я что-то и не помню. А, Intel экстриммастерс? А, Мун, я вообще не помню, кто там что-то... Отлично, сейчас я посмотрю на странице у нас в профайле, какие достижения у фигурируют последние. Да, на IEMI он выиграл 6,5 тысяч долларов, заняв второе место. Все-таки он восьмое место занял на MLG, выиграл 400 баксов. А до этого крупнейшее достижение, которое зафиксировано у нас на сайте, это 2010 год. Пятое-шеестое место на World Delete, или там как... Ой, не World Delete, а... Ну, короче, VEM по Warcraft. Потом BlizzCon 30 места, 5 штук, тоже по Warcraft, и все остальное тоже по Warcraft, по Warcraft, по Warcraft, по Warcraft. То есть первые вот крупные достижения у Муна идут. Вот, кстати, интересный вариант. Во-первых, там ГАЗ, я вижу уже по миникарте, то есть Мун играет стандартно, типа стабильно, бла-бла-бла, да? То есть не 16-я хата... Да, и смотри, как подхалявливая здесь немножко... У него же разведка, он видит, он все понимает, что его никак никто не... Да, он видел, что, наверное, личинки использованы, что собаки-то успеют добежать еще до естественного потомки. Угу. Но он закроет тремя зданиями. Да, успевает. Даже до появления потомки успевает. 18 рабов, что самое грамотное, что 18 рабов, и они хорошо качают, на все хватает. Он закрывает тремя зданиями, строит потомку, пилон, продолжает рабов, и у него очень жесткое преимущество. Вот, как раз пилон, да, все очень четко. Только вот сейчас необходимо построить третье здание, я думаю, что он это понимает, и загажет, потому что будет много времени у собак на грызение. Это временный гейт, как раз призванный для того, чтобы задержать собак, но, скорее всего, он не достроится, будет отменен после того, как... Собака раньше просто, да. А, ну вообще хорошо. Может быть, можно было вообще без... А, нет, хотя собака прибежала бы. Нет, нет, собака, да, чтобы не дать разведку, необходимо ее поставить. Да, и здесь собака находит пробку. Оп, нужно уводить. А это может быть, может быть, все что угодно. Пробка вообще очень важная, она и разведку может сделать вовремя. Нет, ну здесь необходимо проверять, обычно здесь всегда ее прячут. Угу. Вот, отменен барак, поставлена кибернетка, и уже работает Нексус вовсю, в то время как Хата только сделана на 60% где-то на скидку. Да, и пошли рабочие уже, правда, но... Заранее, конечно. Здесь у Зерга не будет преимущества по рабочим, здесь у них будет паритет с процессом очень долгое время. Смотри-ка, два разных, два одновременно ранних газа у Хака получилось. То есть у него, скорее всего, это будет Старгейт, или что, как думаешь, зачем? Ну, я не знаю, вообще, я обычно делаю это для Дарков выхода, но у него, скорее всего, Старгейт, потому что для Дарков уже можно и третий ставить, и вообще там... Ну, посмотрим сейчас, что это будет, у них свои темы. Да, достроилась кибернетка, и вроде только Сентри он первый заказывает, но это правильно, и еще есть... По рабочим больше у Протаса сейчас, что самое прикольное. Да. Не больше, но столько, что у него одна Сентри, только в закате. Да, 31-32, рабочий больше. Ну, это плюс его страты. Начало, безусловно, за ТОСом, но вот то, что он заказывает второго Сентрия, это отодвигает ТЭК. Да, и после тонн рабочих еще, ох, какая приятная экономика. Правда, Мун на третью выходит, залетает Оверлордом, и Оверлорд улетит от Сентрия. Посмотрим, что закажет Хак, кстати, уже кибернетка давно готова, но он ничего не делает, почему-то странно. Вот, еще два Агаза пошли, то есть у него нет ни в Ацене, ни в АЭС, ну, Старпорта, то есть и Пайлайт Контила. Так, приоткрою окно, что солнце засветило. Добавляет гейтов сейчас Хак. Ну, он не делает Грейт на атаку, вот опять вот эта вот тема, странная весьма. Ну, это я не знаю, почему это, вот, вообще, 100 на 100, это смешно. Да, это рабочий, да Сентри. Да, и 5, то есть, мне кажется, что он хочет делать 5 гейтов роботикс, и это прикольно. А, ну, это, он так и играл там, как раз на Шакуре Сиразок. Но минус этого билдау заключается в том, что он пассивен. И просто огромное количество рабочих, 10 сейчас. И теперь уже у Зерго больше их, я думаю. Вот, он убивает фаржу просто, он поэтому и не делает, наверное, тут Грейт, но... Да, в том-то и дело, что он успел, да, 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 да. Ну, ему очень рано, я видишь, нужно заказать, ну, хотя, с другой стороны, он строил в центре всего, с одного барака, ни в оцене, Старфорда не ставил, и... Сто на сто было у него. Субричный совет пошел. Странно, это будет пуш-блинг, видимо, опять какой-то. А может быть, выход в третью базу? А может быть, дарки? Ну да, все что угодно, может быть, но я бы вот вышел бы в третью базу, например, с такой экономикой, и как, по-моему, это и делает. Да, да, да. Столько сентрей. Сентрей такой самый экономичный, получается, по минералам вариант, то есть вы шикарные просто раскачиваете. Да, и Мун проверяет, хочет с собакой посмотреть третью, наверное, нычку, куда-то она побежала, вот, да-да-да, и... Блин, вроде сшел ее убить, но не убил. Да, это сильно. Ну, слушай, тут очень опасна робоча с закопкой от этой всей темы, он делает блинг, это грамотно, плюс один, и... Ну, нужен робот, чтобы был опуск. Ну, или он будет фотонками терпеть. Да, да, фотонками тоже, как вариант. Роучи, сделайте скорость, и делайте закопка, вот она пошла. Да, и... Ну, это закопка без ползания, что... Очень много лингов добавляется, и нету сплэш-вок-юнитов, чтобы сжечь его. Кстати, с такой вот темой можно, да, с фотонками и без вэра, даркшрайн ставить, и... То есть будет и до аркина, развлекание, и если он забудет сделать оверсиром, можно тоже нахалявить, и... Опа, а что это был за забег такой? Слушай, там два... А, блинг, наверное, да? А зачем он туда бежал вообще? Нет, я не знаю, разведывать может что-то хотел, но... Что-то дорого получается по разведке. Четыре он юнита потерял, вот вы. Куда он лез? Не странно, но странно. Может, блинг успеет, я не знаю, но он... 150, жестко, жестко на 100. Вошли иллюзии, вошли, но вот это можно, за это можно поплатиться. И что за иллюзии вообще? Я сам не знаю, зачем они нужны сейчас, но... Очень много УЗРГов, очень много УЗРГов. Да, масс роучи, тут... Ой, забегут, забегут роучи! Блин, надо филдов больше ставить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же он сразу-то пожалел, лоу, там можно было сразу отверодить всё это. Слишком много УЗРГов. Да, Хак купанул, но это тоже в его стиле. Бывает такое у него, но он... И на мей заходит. Да, это скорее всего GG уже, но... Непонятно, в общем, макро-гранатно всё выходил, но не хватило. Не хватило ему убит в роботе, кстати. А-а-а, пробки, как жалко-то, а, с третьей базы. Начинает он контролить, но тут добегают псы и сжирают просто сталкеров. А у Муна лимит не уменьшается, у него постоянно идёт достройка и добегание. Да, но вот у него и не уменьшится здесь. Да. В общем, этот GG, даже учитывая там вот эти все, ну, недочёты, филды пожалел он, почему-то филды, нужно было сразу оградить от третьей базы до вот этой пригорка около Ксил Наги, и всё бы было по-другому. Слушай, а может он боялся, что к нему на мейн пойдут? Ну, там можно было бы закрыть филдами это всё. Ну, не знаю, в общем, ситуация не очень была, но можно было куда лучше подраться, конечно. О! Так, секундочку, это мне будет. Конечно, конечно. Ну что, один-один. Тут Тайлер, кажется, это, если я не ошибаюсь, на заднем плане, и он что-то советует Хаку, о чём-то они общаются. М-м-м. Конечно же. Да, лимита на 50 больше было, да это стандартная ситуация, что на лимита 50 больше Зерга, особенно когда он мастит рачей, потому что у него лимит банально дешевле. Если бы... Что? Получить уведомление, когда пользователь онлайн... Что за... Что за бредятина? Получил, блин, уведомление. Причём стрим продолжился. И Team Liquid лёг. Ха-ха, найс. Ладно, на Джастин заходим сразу же. Team Liquid ожил. Получить уведомление. Может, Джастин лёг? Да, Джастин лёг. Лол. Нет, не лол. Да, он перерывался. Сейчас 34 тысячи, было только что 60, и прервалась официальная трансляция. 14 тысяч лайф. Лол. Упала трансляция официальная, друзья. Что за провал? Ну, они будут налаживать. Я на всякий случай зайду в Старик. Посмотрю, админ онлайн и онлайн. Может быть, мы зайдём в игру непосредственно. Хотя это маловероятно, естественно. У тебя тоже упала трансляция, Серёж? Сейчас посмотрим. Да, да. Почему-то нет здесь ничего. Да, почему-то нет. Нет. 246, что-то. Сейчас что-нибудь, наверное, появится. Здесь, вон, много уже всяких вариантов. А игроки в игре, на самом деле. То есть, зашли, видимо. Тут клаку я включил что-то тут. Так, клаку закрываем. Ну, слушай, я даже не знаю, что тут, почему. Ну, сейчас вроде возобновится, потому что какая-то там заставочка пошла, народ возвращается. И... Чёрт его знает. Ладно, ждём. А жила, говорит, работает. Давайте обновлю страничку. Ну, Team Liquid тут же лёг после того, как... Всё ещё количество зрителей скачет. Там 6 тысяч туда, плюс 10 тысяч, минус. Во, пошло. Пошла рекламка какая-то. Я, пожалуй, позакрываю лишнее. И будем дожидаться. Во, пошла реклама. Так. Игра пошла. Да. Ничего-то не... Нет, это не восстановило. Сейчас посмотрим, да, 60 тысяч человек. Там реклама пока идёт. Ждём. Ждём начала. Да. У меня реклама тоже. Кстати, интересно... Нет, ладно, я не буду никаких голосований в чате проводить, потому что практика показалась, что у некоторых после этого сразу начинаются лаги. Сейчас счёт 1-1. Играют они до трёх побед. И впереди, как минимум, нас ещё ждёт две игры. А может быть, и три. И три. Так. Да, вот. О, свернулись. Ясно. Ну, хорошо, что возобновилось. Здорово. Смотрим сейчас, что за третья карта у них будет. Но... Там кто-то, 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 кто-то. Я просто в чате написал интересную фразу, типа, у Муна было на 50 лимита больше. Но вроде это не так страшно, насколько я понимаю, в той ситуации. Можно было отбиться. Тогда, ну, сложно очень, безусловно, это было сделать. Практически невозможно. Но можно было лучше всё это сделать, как вот это вышло. Ну, и сдаётся мне, что не надо было терять тех четырёх сталкеров, во-первых. Во-вторых, если он делал так поздно роба, то есть он мог раньше его, даже с учётом третьей базы, то нужно было Дарк Шрайн заказать. С шариками реальнее, и он бы... Отвлёк бы по разным направлениям бы Дарками. Ну да, роботикс ему вообще не пригодился. То есть деньги были потрачены, и Морталов не было, был только опс, который не приходился. Потомки и так были против закопки и против переползания. Действительно, наверное, лучше было заставить Зерга отвлечь, короче говоря, его тремя Дарками, раскинуть по трем нычкам, раскидать их. Ну да, не, ну он бы видел бы, он видит Зелнаги бы контролировал, он видел бы этот, он просто и не увидел этот подход, так как бы своевременно. То есть тут очень... Да. Так, что-то у меня зависло изображение-то. Попробуй 480 сделать, и с тобой сразу синхронизируемся по времени. Точно, у меня бесс же стоит просто почему-то, и... Вот, всё окей, минут 35. Отлично, мы с тобой прямо в одно и то же время. Экстрадрону сделал Мун, карта Кроссфайр. И Хак начинает мешать, подлить вот своей вот пробкой, чтобы рабочие вражеские уходили с ближнего минерала. Да, вот это очень жёстко, когда на ближней кучке ещё два у тебя рабочих поставлено, то... А, так бесит. Я обычно одна одним отгоняя его, а другими тоже контролем, чтобы они добывали, что видишь он. Да, они кататься любят, ты увлекательный. Да, они вот не додобывают, и делают, чтобы переводили это всё дело, но... Вот Мун тоже контролем, сону. Не, ну проще одного, да, чтобы торговый вопрос, и... Такой пару раз, как бы, хоп-хоп. Интересно, что будет... Так, не собирал некоторое время газ. Хак. Вон и сейчас. Вот только, только, да. Продолжает мешать пробка, собрала всё-таки она свою порцию минералов, и вынуждена вернуться назад. Да, у тебя на секундочку раньше, видимо, чем у меня. 08, 09, 10, 11, 11. Мне опять 6, 7, 8, 9, 10. Так, как это получилось? Так, мы же... Я не знаю. Логнул у тебя. Можем попробовать, пока не поздно. Стоп-старт и вперёд. Да, но тут разница и так небольшая. Ну давай, я растартану. Я тоже. Так, 41, 42, 43, 44, 5... Да, 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 теперь я на одну секунду. Всё хорошо, да, 8. Вот логануло, 9, 50, 1, 2... Ну да, приблизительно хорошо. Два, опять, ранних газа, но, как мы видели по прошлой игре, это нифига не значит, что Хак собирается. Да, и какой-то... То ли это визуально, такой проход огромный, то ли, да, наверное, это визуально просто. А, ты про кибернетку и спуск, или... Да, да, да. Угу. Там... Хотя там под ёлкой, может, что-то творится. Да, видимо, там это ёлка. Можно у ёлки зажать собак. По-новогоднему. Да, прям как мне. Как меня. Ха-ха. С собаком. Связки растянет зилот. Так, два гейта, но пока это не страшно. Пока не страшно. Ну, здесь хата строится. И выходит на нычку, да. Но это не фейковый выход, это очень похоже на правду, во-первых, потому что это гейта 3, а не 4. И, во-вторых, нет прокси никакого пилона на вражеской территории. Поэтому, да, это будет постановка базы через 3 гейта. Причём он страхуется, реально так перестраховывается, я бы сказал. Да, ну, на этой карте можно, я думаю, так действовать. В смысле, играть от нычки к нычке? Ну, вот через 3 гейта, да, это самое надёжное, скорее всего. Ну, конечно, по-другому уже, но вот так вот. Нужно чередовать, просто, ну, так примерно прикидываясь, когда лучше страдать. Я от времени, от времени, от времени пользуюсь разными, но... То есть, в арсенале-то уже много, я так подумаю, что нужно их комбинировать. То есть, через 3 гейта экспо, и через 3 гейта форш, и через дарков, ну, много всяких прикольных начал. Ну, вот на таких карте, где проход, где нельзя сразу второе, где второе, то можно сразу там понять, что лучше так, что-то из этого разряда придумать. Так, пошло грейд на лингов. Такой вообще безумный грейд, с одной стороны, но это вклады в будущее, насколько я понимаю. Не собирается ли он... не собирается же он без лейра лынить Тоса? Ну, слушай, я не знаю... Это... Ну, вроде как протус куда-то... Идет еще, да, это... Одними с антрями, лол. Сейчас его накроют с антрей, и что он делает-то, блин? Ну, мне кажется, это фейк-выход для того, чтобы там подзаказал он... С одним зилотом, да, и зилот пошел в разведку на третью, и все верно, можно на вторую будет прийти, и... А, вообще он не сильно рискует, потому что здесь практически в любом моменте ты можешь с антрями отгородиться и отступить спокойно. Здесь же везде вот такие вот... Ну, максимум два поля ты ставишь и уходишь. Без собаки с Мун забегают с разных сторон. Маги даже не успеют, да, с одной даже они не успеют все заградить. То есть он поставит, собаки отбегут, подождут, сгрызут после этого. Ну, у него не было просто, вот и... Заметь Мун пушит. Мун пушит. И... Побыстрее бы запустить Грейт на иллюзию, но... Чтобы увидеть, но это очень жестко будет... Без фаржа-фаржа. Нужно фаржаночка быстрее. А лучше две. Ох, она есть, да, да, да. Ну и все, и он не поднимется здесь. Куда он пошел? А, не увидит собак сверху! Лол! Уходи! Отдайте назад! Какие форсфилды кривые! Зари забегают! Он... Неправильный делает филды... Да-да, но он не пускает. Да, слева нормально. Отлично. И под варп. Надо, главное, к фотонке успеть. Беги вправо! Блин, да-да-да. Рабочих нужно уводить, мое мнение сейчас, но... Как? Блин, там тилды, там центрейп. Куда? Да, зачем он? Почему не вправо ушел? Потерял всех центрей, лол. Нужно выводить рабочих. Что же ты творишь? Лол. Да ладно. Так, отдаться, если это будет жестко. Блин, и там убивают фотонку, но тут очень жесткий прирост тузерка. И нет фотонки, и нет филдоха. Это... И нет плюс один. Печально для протаса вот это все дело. Надо варпать, надо строить фотонки, надо бустить киты. Да, нужно одной мало фотонки. Я не понимаю, почему он тело одну петелая, да. Так, и делают он центрей, чтобы были филды. Оп, хорошо. О, кстати, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как-то не очень прямо он опять же ставит. Минус фотонка снова, и снова приходится наводить рабов. Да. Я думал, что это 2-1, что... Лол, как так вообще? Да, сам отдался, вышел с центрями. Так он вроде и нормально все сделал, и... Ну то есть он, да, подумал, что только там было такое нехладнокровное решение, потому что... Так еще не все потеряно. Смотри, 51 лимит на 50 на 60. Я поспешил, да. И... Собаки с форсовы делай! Есть же мана! Есть же мана! Что ты делаешь-то? Это лол. А, у него плюс один сейчас должен сделаться. А-а-а-а! Не заварпал! Да ладно, здесь можно будет заварпать. А-а-а, он что-нибудь варпанывать, интересно. Дело в том, что сейчас собаки вот эти вот добегания, десятки, они уже зелками... А, нет, плюс один нет. У него же делался грейд. До сих пор нет? Ну, он ему отвинил или... Отвинил грейд? Ну, я не знаю, что случилось здесь. Ой-ой-ой, здесь как? Да все уже, отобьется. Фатонка стоит, стреляет, все хорошо. Да, и по рабочим не жесткий проигрыш. Ой, тут на мэне беспределят собаки, правда. И сейчас они уменьшат число рабочих. Минус один, минус там два. Нам не показывают, но там минус три, скорее всего, пять псов. Ну, это жестко, в общем. Да, минус три, минус четыре. Учитывая, что такими потугами отбился, мог бы вообще это все круто сделать. Вау. Ну, я вообще никогда... Дримхак, смотри. Дримхак. Да. Ай, соль-то заказал такую тему, блин. Ну, нет, здесь зерк вырывается по рабочему очень. Ну, как, смотри, 40, 36 на 41. Живем, пока живем. Ну, это да, еще не смертельно, конечно, но... Уже печально. Ааа, собаки нет, лоп-талл. Такой... фейл... Подожди, не, нормально, все. Сейчас еще с антрями, да, отлично. Сухилл вышел из такой ситуации. И Кваденщилл, смотри. Ха-ха-ха-ха, такой... Это мисклик, да. Нет. Дэнс бы написал еще. Протасы тоже танцуют. Протасы и должны танцевать. Танцевать обязательно. Интересно, что же станцуют в центре тогда роботы-сентри. Одинаковые лимиты. Мун ставит, даже чуть вырвался вперёд, Хак. Будут хлопать этими крыльями своими, створки открывать. Да, или по лимиту-то, заметь, и рабочих одинаково примерно, и... Вообще интересно. А, зерк продолжает рощ и стрел, он боится под куша. И смотри, он хочет на мейн камни пробить, по-моему. А, ну там есть, кажется, разведывательный пилон, но нет, пилон, кажется, не видит. А, нет, что-то видит. Ну, он видит ХП, не видит, что там дёргаться, что-то... Ну, по крайней мере, должен он видеть. Да, видит, видит, всё. Сталкеры подрежут пару... Нет, никого они не подрезали. О, такое выдвижение! Слушай, а у него иллюзии есть? Он сейчас же может массой просто задавить. С таким количеством сантрей. Слушай, и вообще, да, ну, с зергом иллюзии как-то. Но у него лейра нет, а апсов у него никаких нет, там... Да, и сейчас просто хаку... А, вот у него вопс есть. У протаса, я имею в виду, и... В принципе, то как-нибудь... Если лучше всего было, конечно, колоссов добавить к этому всему делу, но... Это очень долго уже. Пошла разведка третьей мечки, да, Феникс. Не пошла, здание для гидры, всё равно, значит, колоссы здесь будут решать, что... Идёт гидра. Ну, вот хак, смотри, делает... Подстраивает имморталов из роботикса, в отличие от как раз прошлой игры, он сейчас... Хоть что-то собирается сделать... Сейчас хочет делать выход, и на самом деле боевой лимит у него очень большой. Угу. Только там собаки забегание делают. Ну, там есть фотонка, и можно подворпануть что-нибудь. Да, да, это не очень... Так, он убивает все вот эти... Суслись, зергу. Это прикольно. Идёт планомерный. Здесь масса узких проходов, сейчас... Как будет спускаться, только вопрос. Да, и сейчас можно хорошо подраться... Собачки ничего не могут сделать, но наверху иммортал. Подварп трёх зилов. Блин, куда ты пошёл? Куда идёшь? Ну, у него плюс один есть, зилки очень быстро убьют. Смотри, он сейчас с зилками, он здесь вообще тут поговорит. Но заставил вернуться, смотри, протаса. Третью базу, смотри, ну он ставит третью базу. Решил. Ну, кореец тоже, смотри, он обрезал ему крип, очень грамотно, но кореец-то ставит четвёртую золото. И обрезает он собак. Вообще, очень неплохо сейчас действует хак. А почему хак сейчас резко вправо не уйдёт? Нычку проверит, и к третьей можно выйти хорошо. Я согласен с тобой, нужно так сделать. И здесь золото, блин. Нужно проверить золото. Да, немного халявных. Просто вот это, да, это просто проверочное такое. Но с другой стороны, хак сейчас думает о том, что, ой, я ставлю третью нычку, сейчас нужно аккуратненько ничем не терять. Ну, это, по-моему, забегание, и может разве что сделать это. Что же оно ему сделает-то? Да, уходит, уходит на третью нычку. Хотя у него золото не раскачано, можно сейчас отбить вот этот выход, если принять его, и потом пойти туда. Ну, посмотрим, поломится ли зерк там с лидерами. Да, почему ему нужно два опса, один с армией, и один, чтобы вот он контролил вот эту. И у него же есть иллюзии, почему он постоянно не держит прицелом поиска чужой, вот мне интересно. Так, пошёл сделать, а, увидел, увидел. Ой-ой-ой, опасный момент, очень широкий фронт. Хорошо, приём, приём. Обходит сталкерами подвог гладен, щилды. Блин, собак пропустил. Нормально, нормально, отгородил. Нет, снова прорвались. И снова форсфилды. Да, это неплохо, неплохо, неплохо вроде. О, такое мясо. Ой, там есть гидра, вот что плохо, видишь. Но, посмотрим, да, это фигово для протаса. Да, лун, себя зажать, нет, этот джжи. Лоу, так хорошо всё делал, а. Да, такое плато широкое появилось, получилось на этой золнаге с разных сторон атака, и... Да, очень жаль. Зачем он там, ну... И как-то криво, опять же, он пропустил собак сразу же. То есть, там, учитывая гидру и так бы, зерк, просто без гидры бы, он убрал, но с гидрой уже нет. Но он сразу же пропустил собак туда, и... Лоу, заходит, да, и тут не делает форсфилды. Поздно слишком форсфилды. У него не было, он панул. Ну да, джи-джи, там по лимиту жёстко, там ещё золото. 2-1, Мун ведёт. Ну да, но он зря, там бега вот. Действительно, самый грамотный ход, что он должен был сделать, это отойти, убить золото и вернуться. И не стоять на этой золнаге. То есть, уйти и тусоваться между второй и... У него третий своей базой, и у него, вот это, ну, как-то я не понял этот момент, у него столько сентреев, у них явно у многих полная энергия, нужна... Я в такой ситуации обычно, если есть, ну, грейд на вот эту штуку, просто через мув вешаешь этого феникса за чем-нибудь. И он там летает всё время. Там была гидра уже, его снимали быстро, наверное. Так он бы увидел хотя бы гидру и ушёл бы. Там ещё, когда он мог, ну, вот эти передвижения, то есть, по крайней мере, он видел бы, что какая позиция у армии, у чужой. Да, был близок, даже несмотря на то, что не совсем удачно отбивал этот раж. Неожиданный, надо сказать, Муна. До появления Лейра с плюс-один собаками. Он вообще жёсткий, сам себя услышал, плюс-один собакам. Это же такое не каждый день встретишь на просторах батлнетов. Ладно, ещё есть шанс у Хака. Игра идёт до трёх побед. Мун ведёт. Одна игра его отделяет от титула чемпиона. Кстати, первого его титула в StarCraft 2, именно победного такого на крупном турнире. И от кругленькой суммы в 16 тысяч долларов. А как им нужно две игры тащить? Две игры тащить. Ладно. Всем ещё раз здрасте, с кем не здоровались. Если у вас лагает трансляция какая-то, где я не знаю, где вы смотрите, заходите на страницу стрима. Там есть на выбор 5 разных плееров, 5 разных серверов. Justin, Oven, Beeline, трансляция на мобильные телефоны, гаджеты ваши и трансляция P2P. Ну ладно, посмотрим. Они прокручивают между играми всю свою рекламу, всех своих партнёров. Мы это терпеливо смотрим, ждём. Конечно же. Ну, с позиции зрителя, естественно, хочется, по крайней мере, в предстоящей игре, чтобы Хак выиграл, безусловно. Так будет больше интересных игр, возрастёт напряжение, безусловно. И, в конце концов, от пятой решающей игры определится, ну, собственно, весь исход. Кто станет чемпионом, кто станет только номером 2. Ну, что-то Хак, что-то Хак настораживает меня. Может, не вытащить. Просто та чёткость, которую он отыграл первый раш. Просто как он всё чётко сделал. Там один пилон у противника, на всякий случай второй пилон. Как точно кинул форсфилды, контролил. И, соответственно, несколько моментов в вот этой вот третьей игре. Несколько моментов, когда он отбивался от раша, зерга. Там столько форсфилдов было, да, в финальной схватке. Да, согласен, и всё равно. Но там у зерга было реально больше лимита. И у него была гидра. То есть, можно отбиться без гидры. Потому что там сентри будут решать. И зилата что-то убивать. А так зилата не бьют. То есть, ты филдами наоборот. Гидра-то дэмэджа много наносит. А ты нифига не наносишь там. Ну да, обычно против гидры. Потому что сентри не бьют, ничего не бьют. Против гидры, как правило, если ты уверен, что там именно такая связка, зилата в принципе можно не строить. То есть, сталкер с грейдом на атаку до сентрии. Ну, блинг, там все дела, колоссы и дальше. Потому что, действительно, если делать сентрии форсфилды, либо ты их к себе пододвигаешь и разбираешься вплотную, либо ты в принципе не разделяешь врага. Потому что так или иначе теряешь зилата. Ну да, даже с гидрой это жесткого смысла не имеет. Рейндж такой же. В общем-то, на этот газ можно лучше сделать ножки из зиламы, там шариков каких-нибудь и блинг. Вот смотри, там он с Тайлером, кажется, общается, хак. Там, правда, сейчас не показали лицо, он по шею показали. Но в прошлый раз там по лицу, судя по всему, Тайлер был. Я по ТСЛ его портрету вспомнил. Советуют. Пытаются они что-то коллективным американским разумом решить. Может решат, что. Но здесь нет ошибок в плане стратегии. Здесь есть ошибки в плане исполнения. Он, да, все не заладилось с самого начала, как раз, когда он отошел. То есть, учитывая, с какими потугами он отбил это все, и, ну, то есть, если бы все шло по плану, он бы отбился бы четко, у него бы жестко в экономике, плюс бы был жестким. Но в итоге вышло, что вышло. Да, если вдруг вы пропустили первые два дня, там было очень много матчей, очень много матчей. И в группах жаркие игры, во-первых, записи подавляющего большинства матчей есть в разделе видео, на канале, на Ютубе. И стоит сказать, что СНГшные игроки были представлены на турнире, шесть человек. Лучше всего выступил Вайтра и Браток. Они вышли из групп на первом и на втором месте, соответственно. Но, к сожалению, проиграли в первом туре. Вайтра проиграл Муну. И уже понятно, что Мун неплох, мягко говоря. А Браток проиграл на Ниве. Что-то громкое, я чувствую. Закричали уже комментаторы иностранные. Хак такой маленький, но плотненький такой. Тренируется в Корее очень долго. И инопланетянин Мун, который известен Варкрафтером просто как родной. С наклейкой SteelSeries на наушнике. Я не устою удивляться этому беспределу. По-другому никак не назовешь, потому что... Ну, как бы, наушники это сенхайзеровские. Ничего тут с этим не сделать. И когда сверху фигарят другой бренд, это интересно смотрится. Ну, пусть тоже хороший, конечно же, но все равно наклейка такая... отрывающаяся. Играют они в наушниках по той же самой схеме, что и на GSL, на OSL, то есть капельки внутри, звукоизолирующие уши снаружи. Это позволяет еще сильнее отградить игроков от комментариев, ненужных криков, стонов, толпы. Да, безусловно. И сейчас эта игра может стать последней. Кстати говоря, карта Кривас. И Мун снова начинает с своего любимого экстрадрона. Сначала там он был, а потом Пул и Газ. Хак такой. Устроился, устроился рядом с ближним правым минералом. Проверил, да, что здесь нет быстрой хаты. А сам Пассроуд ставит Некстус. Молодец. Мне нравятся такие выводы у человека. Правильно, правильно. Да, ну, да, все верно. По макро так и нужно. Главное успеть... Не, ну фаржа тут все успевает и... Угу. Мне даже грешным делом кажется, что тут даже не фаржа успеет. Тут ты гейт поставишь, можешь как-то и затерпеть рядом с этим. Ну, то есть гейт кибернетку и там потерпеть как-то. Ну, нужно ли это, в принципе, там, рисковать? Там еще собаки. Тем более, Овер тебя сразу нашел еще. Не, ну, тут не стоит, что здесь он сразу сгрызет камни и... Ну да. Без фатонки никак не отбиться. Но на ближайшие две минуты, получается, макро у Хака выходит лучше. С другой стороны, когда, вот в отличие от той же самой Шакурос-Плато, где экспанд не ущербный, как здесь, с пятью минеральными полями и одним газом, но, как мне подсказали в чате, здесь же газ богатый, типа шестерка там качается. Да, да. Да? И это куда лучше. Вот. То есть это все-таки не так ущербно. Ну да, по газу-то я даже бы сказал, что это плюс, потому что протос урана, четыре газа, нужно крайне редко. Ну да, то есть с меньшим количеством рабочих обеспечить более быструю добычу. Хорошо. Так, проверяет Хак сейчас пробкой. Ну он догад... Почему не проверил? Видимо, на сто процентов уверен, что там... Ну, он или хочет успеть, да, вот туда он успеть хочет. И чего? И сейчас поймет, что... Ну поймет, что не здесь база, а на... А может он сейчас поймет, а вдруг меня с Роучи меолуинет? Ну слушай, вот он, да, запалился что-то, Фатонок. О! Испугался. Неправильно он понял, да, лоу. Ситуацию неправильно. Стоп, отменил Хату, отменил Хату, это фейк-хата, лоу! А что, чем он действительно... Роучи делает, как так? Такой один провал и другой провал. И он три Фатонки там, взять и три. Вообще, так грамотно... Короче, друзья, разжую, что произошло. Хак не запалил экспант нормальный, такой, более такой экономически выгодный. И подумал, что его будут убивать с Роучами, хотя Роуч Варен не видел, просто не увидел экспант. А когда Хакова не было, он заказал Фатонок. И оказался прав. Действительно, да, просто случайность, но очень приятная. И, заметьте, он добывает богатый газ, не добывает вот этот. Да. Один, единственный. Это дабл фейл, но фейл в сторону, конечно, первого фейлера. Хака. Блин, как здорово. Зачем мы на ту хат-ап? Он, видимо, подумал, что его запалили. И хотел... Приятная ситуация, да, когда фейл в плюс. Пошла вторая СНР, я не знаю, что нужно сделать. О, я прикинь, что тут будет вообще. Сейчас Роучи придут, получат Форсфилд. И под залпы четырех Фатонок они могут попасть. Не, подожди. Они сначала... Во-во-во-во, забегает, забегает. Сейчас будет... Ну, покажите нам там Пуш, там Мун проверил. Да, покажет, Ань, оп. Ой, 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 ой. И пошел фейл. Да, да, да. Так а зачем? Что боится-то, Мун? Все равно отобьется. Да, он зачем-то, ну... Перестраховывается. Очень сильно убить Фатоночку эту, да, и... Не, боится Хак. Да, тут вот, естественно, тут шесть Фатонок. Вообще, жесть. Страшно. Но он понимает, что экономически он все равно в хорошем, очень хорошем плюсе. Ну, ему тут все что угодно, да, и роботик, и Стархорд, и... Ну, еще Фатонки. Да, или просто запушить гейтами. Смотри, 37 рабов на 21, еще сейчас будут давить, пытаться Мун, но экономически у него полная попа. Ха, лол. Такие фейлы бывают. Да, я не давину. К сожалению, ничего. Уже сумречный совет делается. Прикинь, как он обгонит его, не только по экономике. Да, но он хочет, я не... ну, блинк, наверное, не знаю. Да, 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 правильно все, отлично. Может быть, блинк, может быть, дарки, да все поканает. Я думаю, что тут даже... Хотя и блинк, и дарки, спорно, что лучше. Да. Я думаю, все хорошо, в общем-то, прокатит. Я бы с дарками вышел на третью и убил бы потом чуть позже. Так, тут перебор по рабам, но пока что... Переводит сейчас. Часть рабочая. Дарковая у меня пошла. Молодец, вообще. А там, этого... Там, во-первых, третья хата рана, лейером не пахнет, это естественно. Убил овера. Увидел овера этот... На второй базе убил овера. Субричный совет, увидел? Нет, кажется, не увидел. Смотри, здесь проходик есть даже прикольный между... И эволюшена нет еще. Такой провал сейчас умуна будет. Да, он все спрятал! Ничего не видел оверлорд, кроме пары гейтов. И это значит, что он может просто умереть от дарков. Просто дешево. Да, но все-таки... Ай, смотри, делает вид, что выходит на нычку. Так грамотно! Ну, он как бы и выходит на нычку. Но сейчас же Мун что будет делать? Нет, он через дарков и будет выходить. То есть, это... Правильно. Но Мун сейчас просто видя, что выходит, просто отступает. Не надо лезть дальше. Блин, там линги забегут, и чего творишь-то? Смелый, смелый. Оборзел. Ну, это вообще оборзел, оборзел. Ой-ой-ой-ой, Сентри спасает. Да, отлично. Ой, утекли! А если бы не утекли, то можно было бы... Да, если бы не утекли, то вообще... Превосходно. Дарковня достраивается. А там по-прежнему не оверсиров, не эволюшенов. Я запанул сейчас просто столько юнитов. У него, может, свободные есть гейты? Нет. Нету свободных. Лол. Да, оттянул появление дарков еще секунд на 20-30. Под бустом, правда, гейты. Вот и не пахнет никакими обнаружалками. Да, да, да. Да ты к дарке... А, нет, эволюшен уже есть. Есть, есть эволюшен, но нет. Пушечки просто. Увидел дарков? Не увидел? Он прям, кажется... Я не знаю, но не увидел, судя по тому, что он ничего не заказывал. Сейчас будет терпеть. Сейчас Мун будет терпеть, как никогда. Ну, я бы на его месте сразу четыре появил, чтобы уж... Терпел, так терпел бы, блин. Угу. Потому что... Все. Так все еще мимо пробегает? А Мун не заметил! Мун не заметил дарков! И пошли они на мейн, пошли на мейн. Лол! Есть блинк. Мимо рочи, мимо всего. Пробежали дарки. И только сейчас Мун начинает... Под нем тупит, как блин. Видел, видел, да. И... Ге-ге. Ха-ха-ха. Лол! Такие фейспаумы просто! Хак, ты не знаешь просто, что произошло. Что ты улыбаешься? Там была хата. А он думает, что, блин, офигенно развел чувака. Тайлер, Тайлер, как тренер Тиба. Найс. Ну что ж, пятая решающая игра. Пятая решающая игра, друзья. Опять коммершал. Сколько там зрителей? 75 тысяч. Нормально. Все равно вчера на групповой стадии было больше народу. Понедельник дает о себе знать. 2-2. Счет 2-2. Решающая пятая игра. Игра за 8 тысяч долларов. Игра за 8 тысяч долларов. Неплохо так. Причем, помню, я не понимаю. У тебя, например, чувства в такие моменты не вызывают такие негодования, что, мол, ну, в данной ситуации ты мог среагировать гораздо лучше. Вот. И чисто, ну, теоретически и по практике нет такой большого и пропасти между, в частности, сейчас тобой и корейцами, чтобы подбрить того же самого Муна. Ну, слушай, ну, есть, конечно, но тут, видишь, так настолько это просто турниры, в общем-то, кореец решил хитрого сыграть и не хитрый, а прямолинейный не кореец, в общем, своими прямолинейностью хитростью обрезал. Так вышло случайно, и можно было среагировать четко, что там экспо хопы ничего не построить. Согласен, да. Но получилось, конечно, сверхудачно для хака. Да, но вещь, а просто другими темами играю, и вот это вот с ручками пуш, как бы. Ну, вот с одной базы может успеть, но... Там товарищ написал в чате, хак оказался слишком глуп для ловушки Муна. Ну да, тут такое именно есть. Ну, ловушка, значит, плохая, всё должно быть просто, не хитро... хитровое. Последняя игра скоро будет, буквально через пару-тройку минут, как перетерпим эту... пересмотрим эту рекламу монитора фэйза, native resolution, 5 лет гарантии. Интересно, что там действительно по мапе оказалось. Из-за... осталось, на чём они будут играть, в конце концов. Не хочется просто на рандоме решающую игру на какой-нибудь откровенно зерговской или протасовской карте. Хотя, откровенные, наверное, были уже вычеркнуты. Плюс, напомню, что здесь версии карт такие тоже пофикшенные. Из серии «Не попадись» на ближних респаунах на Петаллополисе. И Shutter Temple, скорее всего, тоже не ближние. Там зрители чего-то кричат. Да, отели интересно рекламируются. «Hosting of Battle.net, millions of active users». Хотя компания-то гораздо больше, чем... Ну, сферу неё и услуг значительно больше, чем просто хостинг Battle.net. Но, видимо, для... Специально для ивента, игрового, они сделали такого рода рекламу, ориентированную на геймеров. Потому что все мы знаем, что такое Battle.net. И многие знают, что Battle.net хостится на Телли. Последняя игра последнего матча. Масс зрителей с табличками. Такие зрители прикольные. Жалко, таблички не показывают. Но здесь операторы работают не так, как в Корее. Они, кажется, даже не показывают вообще крупным планом. То есть, только общие планы на игровой зал. Интересно, что там на креативе или болельщики? Талдарим-алтарь. Ой-ой-ой. Кажется, это плохо. Это прикольно, что именно эта карта напоследок пошла. Я понимаю, что тебе хочется мяса. На многим хочется мяса. Но не кажется ли тебе, что всё-таки здесь Moon будет чувствовать себя свободнее, чем Хак? Ну, не знаю. Судя по игре, желаем. Хак тоже знает, что делать. Да и протасу... То есть, протас не тиран. Ему проще. Он мобильнее, защитить от всяких пробегов этих. Протасу-то нужно кулак сделать такой, да? То есть, можно и там, я не знаю, в Мазершип чуть ли не выйти. Так что... Можно и в Мазершип. Так, Талдарим-алтарь. Талдарим-алтарь. Там тоже спешл-версия, что называется. И на этой спешл-версии Хак точно будет играть через фаст-Нексус. И если ему повезёт с разведкой, если он пробкой найдёт зерга на первом или на втором респауне, но не на третьем, соответственно, он сможет подстроиться и поставить Нексус до... Ну, то же самое, что было на Шакуросе. Нексус до Фатонки, до Гейта. Вынеслась. С Богом. Хак собран в футболке Тимликвида. Конь. Конь у него на груди. Что он... Он в шестой пул играет. Он в шестой пул играет. О-о-о-о! Фейл! Вообще жесть, жесть. О-о-о, бедный Хак. Вот тебе и не будет макро. Ё-моё, шестой пул. Если он вовремя в разведку, правильно пойдёт сейчас. Он пойдёт... Вниз или влево? Вниз или влево? Вниз или влево? Вниз или влево? Влево! Он правильно пошёл. Он может успеть. Он, скорее всего, успеет. Он обязан успеть. Так пропёрло. Потому что строится поржа, и можно успеть закрыть весь этот проход. Тем более здесь карта-то тремя, по-моему, зданиями, да, закрывается. Да, закрывается тремя, но третья не успеет. Он может в минералах пилон поставить, а сто процентов... Почему не успеет? Почему не успеет? Перездание не успеет против шестого пула. Сто пудово. Успеваю я обычно. Ну, ща... Вот видит он, на рабочих мало. И пул увидел! Да, да, он увидел пул. Сразу такой фаршул. Не, ну здесь, я думаю, что проще в рабах в такой ситуации ставить. Да, это надёжней просто будет. Чё там, пробегут, не пробегут. Это Мун такой молодец, что решил в финальной игре... Блин, нет, он хочет успеть проход загородить, смотри. Экстрадроны, кажется, делает. Да, или экстрасобаку. Восемь собак. Ой, лол, это такой ол-ин. Там строится гейт. Ой, там рабочий стоит, надо выводить срочно рабочих. И пилить, 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 пилить. Сначала фатонку, потом гейт. Третье здание. Ну нет! Фатонка сначала, да, потом третье здание. Третье здание, давай. Успеет, успеет. По минералам пилон зажимает раба, рабочий уходит, но он не может не прийти. Бегут собаки, но есть пилон. Всё. Пилон бывает? Это ГГ, пилон отбивает. Нет, не знаю, пилон отбивает или нет. Отменишь, может, пилон? Гейт поставишь. Ой, там много рабочих. Много собак. Уводи рабочих. Рабочий срочно, половину рабов. Нужно срочно их уводить, пилонка-то не успевает. Ай-яй-яй. Ой, зря отступил. Он обо... Омэ гэ. Описался, описался. Я бы сказал, обосрался даже. Ему надо было догрызать, он успел бы чем-то побежать. Он успел, пробежал бы четырьмя где-то пятью собаками. Заметь, по рабочим-то не жёсткое преимущество у Фротуса, тем не менее. Оп, и загрыз он. Ох, отлично. Ну, сейчас у него открытая возможность ставить нычку тут же. Да, ну это прикольное начало, но... Да, нервы. Валидол просто, как говорится. Это валидол. Какие нужно иметь, я не знаю, извините, яйца для того, чтобы в решающей игре за 8к долларов делать самую чизовую стратегию, шестой пул? Это ж... Это такая аркада. Не, ну на этой карте это стрёмно, видишь, всё равно. Естественно, стрёмно. Кто же мог подумать, что с разведкой Хаку пропрёт? Вдруг его чёрт бы дёрнул вниз пойти? Или зареспаунился Мун бы снизу? Всё! Ну, просто пошла вторая база, и видит он, что зерк тоже в макро переходит, но в любом случае, зерку нужно какой-то улын сейчас сделать. Роучелын, ты имеешь в виду, или Беллин, улын? Или с Нидусом какая-то, может быть, сразу вот на вторую сюда, или на мейн пытаться. Ну, на мейн-то понятно, что он защитится. Ну, да, что-то нужно, и вот я не знаю. Ну, сейчас посмотрим, что выберет Муну. Тут и понятно, в общем, что проигрываешь ты по макро. Мне кажется, да, сейчас будет Беллинг Нест у него вообще. Во-первых, потому что он понимает, что нужен улын раз. Во-вторых, он помнит, что там пилон в застройке, это два. И он не строит хату, это три. Очевидно, он собирается... Да, второй газ. Но рабочих... Роучи, Роучи. Ну, это Нидус. Роучи. Роучи. Ну, Роучи через Нидус, да? А, ну, может, и не через Нидус. А зачем ему тогда второй газ для Роучи? Значит, с Нидусом Роучи. Просто... Значит, с Леером, может, я не знаю. С Леером, да, похоже на Леер. Потому что, если вы в такой ситуации... Ну, просто хватает вам газа, перебор у вас по газу. Для Роучи. То есть, а, он Мув собакам делает еще? Угу. Дилат убегает под пушки его. Пока что по полям бьет. Сейчас уже по шкурке пошло. Да, пару раз попало. 88 хп у него вроде как. Он даже три раза выходит попало. Так а что? Просто пуш с Роучи и пробегание с собаками? Не дешевле ли это? И газ, смотри, второй. Он там и не добывает особо. Да, кажется, планов у Муна уже нет. Может, он тупо хочет убить Фатонку, и убить это все с собаками. Потому что Хак-то чересчур... Ну, смотри, он сейчас просто Сентрей будет делать и все. Да, Комнин, смотри, сделал с этой стороны. И одна, если Фатонка, то Сентри-то не помогут. Роучи подходят вплотную, сбривают Фатонку, сбривают здание и про... А ты можешь Форсфилд поставить между зданиями. На две Фатонки. Ну да. Ну вообще, Хак добавляет вторую Фатонку, по идее... Нет, в смысле, в принципе, он добавляет вторую Фатонку. Но не сейчас. Сейчас он делает наоборот, Грейт на плюс один, который ему совсем никак не поможет. Лол, чем такое вообще творить-то? И Гейтов добавляет, но слишком поздно это будет. Да, и Варп еще сейчас может сбрить Зеркто. Четыре Гейта, хотя может успеет. Делаться, я думаю, блин, нужно... Но он успеет здесь, учитывая, что Сентрей много, он успеет добавить сзади Фатонок. Да, он успеет. Конечно. А, он Пилон добивает! Лолу, ходи, не убивай Пилон. Бусты. Да, неплохо. Но одна Фатонка всего, надо еще Форсфилд кидать. Да, отталкивать Роучи и ставить Фатонки. Гейты, шесть Гейтов в продакшене, но пока что ничего не... Ну смотри, неплохо, неплохо. Наверху отгораживает снова, но собаки продолжают бежать. И Фатонку сейчас убьют, открывается Гейт. Но шесть Гейтов еще не доделались. Надо держать наверху и варпать срочно Сталкеров. Да, доделались Гейты. Давай, он кредит их. Прорывается через Форжу, Форже... Нет, Форжи много жизней нет, это обречает. Да, все, отбился Хак. Так, чуть... Вот раньше бы чуть-чуть, да, пришел... Ой, чуть позже бы пришел... Ну, не-не-не, забегание это все лоу уже. Все, ничего не сделает он здесь. Извините. Да, оп. Это лоу. Там сейчас он увидит пять гейтов и это джи-джи. Там не пять даже гейтов, там семь гейтов. И он отбивается. Да, естественно. Два-два. Под варп, отбиваемся. Да какая нычка, все здесь уже. Да, это лоу. Никаких нычек. 28 на 60. Хак выиграл все-таки, такой красавчик. Но Мун, как же нужно шестой пул? Ну и сейчас тоже путь какой-то на Нидус, ладно, но это Ази Дайго, но это все равно лучше. То есть как-то он что-то... 38 рабочих на 17. 7 гейтов против каких-то там Теа 1 собак. Че он не может оставить пару сталкеров-рабов, забить и пойти в атаку. Все, все, все. Зачем тянуть? Все вошел, да. Да, тут уже не отбиться. 14 псов там суммарно упротался, по юнитам больше получается. А сейчас еще будет до варп. Роботикс уже строится. Ну это уже победный марш, я бы сказал, как наши в Берлин ходили. Крутят головой, понимаешь. Видел. Посмотреть бы на радостного хака. Сзади, сзади собаки на центре, но очень хороший форсфилд. Ну не очень хороший, но нормальный, достаточный форсфилд для того, чтобы этих собак подбриться. В центре даже вот то, снизу зажато. Да, это жестко. Очень крупный турнир с четырьмя корейцами. Безусловно, очень сильными. И Хак умудряется занять первое место на этом турнире. Джи-джи! Найс! Хак не скрывает. Что-то радости совсем. А что ее скрывать? Там МС еще подскочил, начало подбрасывать. Не уроните! Все в порядке. Да, да, все верно. Ты корейца, но чемпион. Хак. Он молодец. Он одолел Джулизерга 2-0 в полуфинале. Он одолел Муна, выходя из группы, вышел на первом месте. И он повторил победу над Муном в финале. 3-2. 3-2. Да, прикольно, в общем. Респект ему. Ну что, сейчас, может, какое-то награждение или небольшое интервью после. Давайте еще немножко посмотрим. Ну что, и да. Ожидал, что такой результат получится? Давайте просто послушаем. Ура. И Хук, опять же! Абсолютно майн-блогой серии! Эта специальная наградация, Хук! Я хочу спросить, как вы чувствуете после этого огромного турнира? Греть! Я люблю Света! Попробуем в Киеве! Попробуем в Киеве! Посуществуют в Киеве, который выясняли за уголос. В Истории! Да! Да, я подумал. Или вы хотели бы выиграть? Давайте попробуем это снова. Почему в ГАМ-1? Я думал, что это будет большая психологическая lead. И в последние годы, в Металополисе я всегда 3-гаты, и 6-гаты, и я делал это в Юлии, тоже. Так что я думал, что он ожидал. И после общения с моими тематиками, Тейдер и Тайлер, мы решили, что если я поднялся, то это будет плюс ЭВ. И я думаю, что это было в Юлии, и я думаю, что это было в Юлии, когда в Юлии, Мон, который был в Улии, но он был в Улии, в Улии, в Улии. В Улии вы были в Улии, когда в Юлии? Я был в Улии, но Тайлер и говорил мне, И он сказал, что я просто не уйдил, потому что я был от позитива. Мунь хороша от тебя, но я надеюсь за успех. И после скouting им первой, четвертой и четвертой, я думаю, я у меня был бы в виду. Так, что у меня было. И я хочу спросить, что вы думаете, что вы думаете, что на 6-пуль, что в конце было бы, что в полном, почти до пилон, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, Я не могу верить это! Когда я увидел, я очень счастлив. Я просто знал, что я мог бы защитить это. Да, это все. И когда второй All-In came, мы увидели смысл от вашего booth. Что было в вашем сердце? Я очень счастлив. Я не мог бы побеждать это так early, но я вернусь. Ну, я не знаю. Ну, спасибо за Liquid Huck! Выиграли первое место! У меня был Jelizerg в семисе и Moon в финале. Поздравляем на вашу 100 000-кронную прозу, около 10 000 евро. Давайте представим его чеку с чемпионовым шеком. Да. Монитор. А что это, Миш, вообще такой за Айзо? Что это за... Производитель? Мне до сели неизвестный на самом деле. Может что-то новое? Ну, это я тоже не задавался вопросом. Хак, когда жал руку и видел, он нижнюю подставлял под ту, который жмет. Это у него из Кореи. Там двумя руками жмут, когда уважение проявляет. Угу. Такой вот он. Почти уже кореец. Ну да. О, сейчас посмотрим на Джулай. Его не показывали на турнире. Да-да-да. Выйдет, нет? Что-то не выходит. А, да. Ему объяснили, что как бы надо выйти. Помахал там. Его позвал там. Такой хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Посеменил. Чек не даст, типа. Чек это хаку. Хотел чек взять. У нас Джулай частенько угорает. Еще с первым Старкрафтером фотки будет. У нас в третьем месте последний Код Эй GSL-чемпион Стартейлс Боммер! Поведитель GSL-боммер. На каком там? На третьем. На каком он GSL-победитель. А черт его знает. Сказали, Код Эй. Такой маленький боммер. Так, Код Эйн у нас. И инопланетянин. Сейчас. Да. Человек, который рашит шестого пула в решающей игре. Поздравим его с этим. И еще один большой раунд аплодисментов для нашего гранд-чемпион Liquid Huck. В первом месте. От Team Liquid. Да. Что, будем прощаться, друзья? Мы досмотрели финал. Что там, 18 тысяч, говорит зритель. Ну да, тут можно посчитать. И станет понятно, что не больше двушки максимум вообще в этом зале. Не, ну... Не, ну... Ну да. Не, ну двушки побольше, возможно, но... Что зал все-таки большой, но... Короче, не важно. Да. Ладно, да, надо завязывать с этим делом. Всем... Всех там... Всем респекты выдали там уже и все такое. Спасибо, Серега, за компанию. Было здорово наблюдать с тобой сегодня все, в общем-то, игры. Если вы пропустили четвертьфиналы, там, полуфиналы, матч за третье место, скорее всего, уже они начинают появляться в разделе видео или на, там, на ютубе. Спасибо, Серега, за компанию еще раз. Да, да, да. Тимич тоже респектун. Всем спасибо. Всем до свидания. Пока. Пока. Так, все, друзья, еще раз прощаюсь. Записи есть. Спасибо вам за то, что были эти дни с нами. И, естественно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok